Спортывная плясовка по проспекте Космонавта у Гродня стала для жахаров ближайших дому с оправдным и халавным болем. Люди скарзятся с ранницы до вечера, под их в окнами сбираются шумные компании молодых людей, які порушают спокой громадян. Сами подлетки себе хулиганами не лишать, темполь, что спортывная плясовка – место громадское, и проводить там вольный час може кожны. До справы подключились и правоохуны, органы, звертаться до яких жахары дома по проспекте Космонавта у 4 стали у все частей. Разобраться у склавшейся ситуации поспробовала Вольга Пранкевич. Ровно год тому у дворы дома номер 4 по проспекте Космонавта у з'явилась спортивная плясовка. Як рассказывают сами жахары, такое суседство спочатку их радовало. Однако литерально празмесяц ситуация кардинально изменилась. Плясовку заняли хулиганы. Материация, прежде всего, постоянно. Курят, что пьют, я не знаю. Поставили колонку огромную, громовая музыка на весь район. Естественно, мы попросили убрать. Ребятишки сказали, что имеют право эту музыку слушать до 11 вечера. После чего мы вынуждены были милицию вызвать. Естественно, колонка исчезла сразу, музыка исчезла. Но милиция не нашла никакого преступления в этом. Незадоволены жахары из вышемоцейной гульнею баскетбол. У выразок молодые люди не соромиваются, а побочь маленькие дети. Тому теперь пенсионеры вымушены шукать для прогулки с внуками иншее место. Конечно, они играют, играют эмоционально. И такое ощущение, что они просто настолько не следят за своей речью, за своими эмоциями, что мат – это просто уже как стиль речи. Я просто забрала внука, ушла. Как вырешить эту проблему, жахары дома номер 4 по проспекте космонавтов подключили правоохолные органы. Соперно рады милиции регулярно проверяют, чем заняты подлетки и те не робят яны ничего супредзаконного. А кроме того, супрацовники правоохолных органов проводят с молодыми людьми и профилактичные размобы. С жалобами на шумные кампании на спортивной площадке жильцы дома по проспекту космонавтов 4 обращались в Октябрьский РОВД. На место выбывали сотрудники патрульно-постовой службы милиции, участковый инспектор, инспектора по делам несовершеннолетних. С подростками, которые собираются на площадке, проводились профилактические беседы. Им указано на недопустимость противоправного поведения. Также хочу отметить, что ежедневно указанную территорию патрулируют сотрудники милиции с целью предотвращения совершения здесь административных правонарушений. Иншая версия у самих подлетков. Молодые люди рассказали, ничего с того, что им ставить вину, они не делали. Больше затое, до просьбы поводить себе тишей, они прислуховываются. А займаться на спортпляцовце и слухать музыку, они мкнутся, сгодно правилам, до 11 вечера, чтобы никому не перешкоджать. Приходим, катаемся на качеле, спортплощадку в основном мы занимаемся. И так сидим, разговариваем, иногда играем в карты. Но это очень редко, это уно, то есть не игральные карты. Мы противозаконно ничего не делаем, нет ни фотографий, ни доказательств. То есть обвинение просто в пустую. Непоразумение помеж подлетками и сталыми людьми не у забаве привело до конфликту. С одного боку пенсионеры марать об тишине и спокое. Тому готовы до принятия расшучих мер, усталявания системы видеоназирания. Але покуль финансово, это немахчимо, говорит жихары дома номер 4 по проспекте космонавтов. Своя позиция у подлетков, які ожидают отпочить и позайматься спортом на городской спортивной пляцовцы. И хотя открытого диалогу помеж поколениями поколь не отбылося, вырошить ситуацию, якая склалася, им придется разом.